Ну что ж, ребятки, как вы поняли, сегодня мы будем тестировать новые автомобили, которые завезли в этой обнове с ивента, там, с доната, там и так далее. То есть протестируем все новые автомобили. И первой на очереди у нас получается Ford Mustang Hunigun, который стоит 20 тысяч доната. На этот автомобиль нельзя поставить номера, на этот автомобиль нельзя поставить чип. То есть тачка такая, знаете, уникальная, интересная, прикольная. Я думаю, вы сами можете обратить внимание, то есть тачка реально внешне прям просто пушка. То есть максимальная скорость у него 294 км в час. По управлению она такая дрифтовая, на самом деле. Короче, этот автомобиль такой, довольно-таки быстрый, но, как бы, его таскают, потому что тачка едет боком. То есть на ней можно 360 делать, можно бачком понаваливать. Машинка реально прикольная, я бы хотел себе такую купить. Продают ее за 70 миллионов, возможно, я где-то дорешаю бабки. И попробую купить данный автомобиль, потому что мне он реально очень понравился. Следующий автомобиль у нас это Mercedes, который тоже из набора. То есть если вы не понимаете, про какие наборы я говорю, нажимаете Tab, магазин и здесь наборы. То есть вот тачка из набора, это Mercedes. И вот Ford Mustang, который я показывал, он тоже, в принципе, из набора. Здесь установлен третий чип, поэтому давайте посмотрим его максимальную скорость. Мне, конечно, он не особо нравится, но тачка такая прикольная. Мне кажется, что эта машина реально больше подойдет для девушек. Ну, по разгону такая не особо быстрая. Максимальная скорость 287. Такой симпатичный, проработанный Mercedes. Такая булочка просто желтая. Мне она прям очень классно выглядит. Мне этот автомобиль тоже очень сильно нравится. То есть, ну, внешне, согласитесь, прям вообще. Вот с этим неоном такая желтенькая, чисто булочка такая прикольная. Мне прям очень сильно нравится. Давайте посмотрим максималочку данного автомобиля. Посмотрим, сколько он у нас едет, разгоняется. То есть, сюда бы еще не тросик поставить, я думаю, была бы вообще пушка страшная, пацаны. Она такая, знаете, на ней можно и боком поездить, как бы, и по прямой тоже погонять. Максималка, да, у нее маловатая. На третьем чипе 248. Ну, я думаю, понимаете, то, что автомобиль как бы старый, он не должен там ехать 300, 350. То есть, это не спорткар, это машина там. Она не должна как бы очень быстро ехать. Я думаю, вы должны это понимать. То есть, эта тачка такая фановая, для любителя BMW в первую очередь, я думаю. Ну, что ж, ребятки, следующий автомобиль, это Volkswagen Golf, восьмого поколения, который находится в Эвенте. То есть, Бэха просто разъебалась. Тип просто разъебался на BMW. Не, едет она нормально, кстати, 287 для Гольфа, я думаю, нормально. То есть, по управлению прям не очень хорошо все у нее. Так, передний привод, ну, в принципе, да. Гольфы все, по-моему, переднеприводные. Очень долго думает, когда ей перестроится. У нее либо выворот колес хуевый, либо я хуево знаю, потому что... Ну, поворачивает она очень плохо. По управлению мне вообще не нравится, поэтому я бы себе этот автомобиль не хотел бы. Внешне пиздатая машина. По максималке тоже вопросов нету. Но по управлению, по рулежке, ну, реально говно, честно. Ну, что ж, ребятки, следующий автомобиль, это получается BMW M3 в кузове Universal. Вот такая вот зеленая просто бестия, блять. Вот эта тачка мне тоже очень нравится, именно своим кузовом. То есть, обычная M4, которая купешка, мне не нравится. А здесь такая именно жопа, массивная такая, здоровая, прикольно выглядит. Поэтому давайте затестим ее максимальную скорость. Я думаю, где-то 290 она будет ехать. 294. Ну, 293, можно сказать. То есть, эта тачка прям тоже очень прикольная. Она тоже из ивента. Но я думаю, стоит она будет реально очень много. Внешне прям тачка прикольная. То есть, мордашка одна такая вот, жопа прям вообще булочка. Вот именно задняя часть, мне ее очень нравится. Максималка реально неплохая, 293 км в час. На третьем чипе, я считаю, это очень даже неплохо. Тачка реально очень хорошо просто едет. Можно не бублики крутить, то есть, с этим проблем нет. Ну, настоящая бэха, пацаны. Настоящая бэха, которая должна быть. Ну, что ж, ребятки, следующий автомобиль, это Aorus Cabriolet. Не знаю, как он называется, честно, не буду даже вникать. Мне этот автомобиль внешне вообще не нравится, что Aorus, который в правительстве, который вы видели, я думаю, сами, что этот Aorus мне вообще не нравится. Такая машина, знаете, ну, типа Rolls-Royce на минималках просто. Посмотрим его максимальную скорость на третьем чипе. 260. Она не должна тоже быстро, знаете, ехать. Это такая огромная баржа просто. Сзади там место пиздец, там диван, я не знаю, блядь. Тачка на любителя. Я бы себе такую не брал бы, если честно. Ну, и последний, ребятки, автомобиль, это Audi RS4. Тоже довольно-таки интересный и симпатичный автомобиль. Я бы себе тоже ее хотел. Я уже проверил максималку. Максималка у нее 287 на третьем чипе. Раз он вроде бы есть, но не такой, как бы хотелось. А с Aorus, она бы прям рвала хорошо. То есть, да, на Audi 287. Я считаю то, что это очень даже неплохо. Тоже старая, как бы, Audi, она не должна ехать там 300, 350. То есть, 287. Это нормальная, адекватная скорость для нее. Ну, что ж, ребята, это был последний автомобиль на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки в описании. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока. Продолжение следует.